Уважаемые коллеги, только что завершилось заседание правительства, где рассматривались вопросы легализации, а также поддержки малого и среднего бизнеса. Как вы знаете, заседание правительства транслировалось на сайте BNews.kz, а сейчас по вашим многочисленным просьбам у нас состоится пресс-конференция. В связи с плотным графиком членов правительства пресс-конференция состоится до 30 минут. У вас есть возможность задать вопросы министру экономики Бешимбаеву Квандыку Валихановичу, министру финансову Султану Бахату Турлухановичу, а также председателю управления Национальной палаты предпринимателей Аблаеву и Савьяковичу Мразахметову. Пожалуйста, первый вопрос, представьтесь. Здравствуйте, Зарина Акбиджанова, телеканал Евразия. У меня два вопроса. Первый к Бахату Турлухановичу относительно легализации. Вот вы о каких-то результатах уже рассказали. Можете вспомнить прошлый опыт легализации? Как было это в прошлом в Казахстане? Может быть, скажете, зачем это нам вообще нужно? Какие-то положительные моменты. И второй вопрос Аблаеву Исабековичу относительно микрокредитования. Сколько предпринимателей получили помощи и уже о какой конкретно сумме мы говорим? Спасибо. Спасибо за вопросы. На сегодняшний день проводимая акция по легализации имущества или амнистии капитала. Она является третьей по счету, то есть Казахстан имеет достаточный опыт в этом направлении. Мы, конечно же, изучали и международный опыт. И имеем даже опыт внесения уже изменений по ходу реализации этой программы. В прошлом году, вы знаете, по поручению главы государства были внесены поправки в законодательство в части упрощения процедур и предоставления дополнительных гарантий лицам, участвующим в этой акции. Это, в свою очередь, дало достаточно большой всплеск. Мы сегодня на заседании правительства докладывали, по графикам вы можете увидеть, что был большой всплеск легализации именно денег. Подчеркнуть хочу именно денег. По 300 миллиардов тенге в феврале и в мае месяце. И на сегодняшний день мы вплотную приблизились по деньгам к отметке триллион тенге. Я считаю, что это достаточно высокий уровень. Если оглядываться на опыт таких же акций, предыдущих акций, то основная активность населения наблюдалась в конце этого периода. И мы в обоих видели. Мы изучали опыт и других стран. Примерно аналогичная ситуация и по международному опыту. Поэтому мы ожидаем, что в последние 6 месяцев будет существенная активизация. И дополнительные меры. Сегодня мы получили поручение по разъяснительной работе с местными исполнительными органами, с банками второго уровня. Мы также проведем дополнительную работу по разъяснению среди населения. Спасибо. Мы в марте запустили свою программу микрокредитования с участием спонсоров и софинансированием Акиматов в пяти областях. Хотел бы проинформировать. Просто процедурный вопрос регистрации микрофинансовой организации получения разрешения нацбанка занимает времени. Но, тем не менее, в трёх областях эта работа завершена. На сегодня мы получили 152 заявки на сумму более 716 миллионов тенге. Из них уже одобрено через кредитный комитет 60 заявок на сумму 300 миллионов тенге. И 21 заявка уже на сумму 135 миллионов про финансирование. Мы получаем хорошие отклики. На сей зиму тоже о них расскажем, уже непосредственно сами получатели. У нас гибко, как вы знаете, сумма до 15 миллионов. Мы в залог можем брать сельское имущество. 7% годовых. На три года револьверный ещё на три года может проливаться. Первый год каникулы. В принципе, хорошо идёт. И мы уверены, что такими темпами сейчас Мангистау и Жамбулской области подключатся в связи с регистрацией. Мы думаем, что к осени все суммы будут освоены. Агентство Рейтер. У меня вопросы, видимо, и министру финансов, и министру экономики. Вот сегодня было поручение пересмотреть, поправки в бюджет внести. Скажите, в какую сторону могут быть пересмотрены доходы и расходы в бюджет? Это вот первый вопрос. И второй вопрос. С начала года промпроизводство в Казахстане упало на 2,2%. Какой ваш прогноз по итогам года? Насколько будет падение промпроизводства? И по каким причинам? Или, возможно, рост? Спасибо. В части источников реализации поручений главы государства данных сегодня при обсуждении вопросов реализации плана «Наций 100 шагов». Хотел бы отметить, что на сегодняшний день мы видим перевыполнение доходов республиканского бюджета. Это первый источник. Второй источник – это перераспределение внутри программы Нурлужол по тем расходам, которые сегодня с меньшими темпами осваиваются. Мы это обсуждали и на заседаниях правительства. Будут внесены предложения о перераспределении по более эффективным направлениям. Спасибо. Я хотел бы дополнить ответ Бахтуру Ханча. Вот те поручения, которые сегодня президент дал, они не требуют изменения бюджета и корректировок, так как это суммы, которые в рамках ЕНПФ ранее предусматривались на реализацию антикризисных мер и не были освоены. Это порядка 85 миллиардов тенге. И в рамках программы Нурлужол через облигационные займы средства предоставлялись национальным управляющим холдингам Байтирек и Самрук изна. И процентов 10 этих средств мы видим сегодня по прогнозам до конца года могут остаться неосвоены. Поэтому мы эти средства перераспределяем, изымаем у них и направляем на другие направления, которые позволят поддержать экономику в текущий период. Что касается снижения промышленного производства, то мы знаем какие-то сектора. В первую очередь это, конечно, сектор нефтедобычи. За январь-май показал снижение. Сектор добычи угля, сектор чёрной металлургии за счёт снижения добычи железной руды. Вот эти три сектора основные, которые повлияли на снижение ВВП. Но январь-май у нас итоги показывают, что снижение замедлилось. Если по итогам января-апреля, вы помните, снижение ВВП было 0,4, то январь-май 0,2. То есть за месяц мы 0,2% отыграли. И у нас ожидание, что к июню месяцу экономика выйдет на нейтральный уровень. То есть мы либо выйдем в слабо положительную зону, либо прекратится вводение ВВП. Пакет мер, которые сегодня глава государства поручил нам реализовать, позволит поддержать экономику. И наш прогноз пока остаётся неизменным. До конца года 0,5%. Это тот официальный прогноз, который был утверждён. Но если эти меры будут реализованы, мы думаем, что, возможно, он будет и больше. Более уточнённые данные мы сможем представить уже где-то в июле, к началу августа. Извините, по промпроизводству я ещё спрашивала. 0,5 вы же имеете в виду ВВП? Я сказал, что падение промпроизводства за счёт трёх отраслей. Это нефтедобыча, добыча угля, чёрная металлургия, в частности, добыча железной руды. Всё это, конечно, связано с конъюнктурой мировых цен на руду, сталь, нефть. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Представьтесь, пожалуйста. Интерфакс, Казахстан, Динара Бекмагомбетова. Кондак Валиханович, известно, что Вы совместно с главой государства посетите Санкт-Петербургский экономический форум. Хотелось бы уточнить, какие ожидания у казахстанской стороны, какие вопросы будут обсуждаться и какие, возможно, соглашения будут заключены в ходе форума. Спасибо. В настоящий момент планируется встреча главы государства с руководителями крупных компаний Российской Федерации. И, конечно, самый главный вопрос, который всегда осуждается на таких встречах, это привлечение инвестиций в Республику Казахстан. Вы знаете, что глава государства придает очень большое значение всем этим вопросам и, в первую очередь, всегда акцентирует внимание на бизнес-стороне, с тем, чтобы рассказать о тех возможностях, которые в Казахстане создаются, о тех новеллах, которые внедряются, с тем, чтобы уже далее привлечь эти компании к работе на территории Республики Казахстан. Вот это основная цель мероприятия. В рамках экономического форума проходят несколько секций. Планируется выступление главы государства на пленарной сессии. В работе других сессий примут участие, в том числе и представители нашего министерства. Они будут посвящены вопросам приватизации, развития государственно-частного партнёрства. То есть все те темы, которые сегодня актуальны и стоят на повестке работы нашего правительства. Добрый день, информационное агентство ЛС, Куралая Блгазина. У меня вопрос к Кондуку Валихановичу. Первый вопрос. В своём выступлении вы отметили то, что в рамках дорожной карты бизнеса 2020 меры по субсидиям и гарантиям будут переориентированы на эффективные предприятия. Могли бы вы обозначить, какие предприятия попадают под данную категорию? И ещё у меня два вопроса. В докладе вашем также было сказано, что в текущем году будет проработан очередной пакет поправок в законодательные акты по улучшению условий по защите миноритарных инвесторов. Могли бы вы обозначить более подробно, что будет предприниматься и в какие сроки? И ещё Министерство национальной экономики предложило Национальному банку совместно с Нацпалатой выработать предложения по совершенствованию политики банковского кредитования и улучшить доступность кредитов для бизнеса. Опять-таки, вы можете сказать, примерно в какие сроки вы планируете эти вопросы обсудить? И подробнее рассказать, что конкретно нужно сделать Национальному банку в этом направлении. Спасибо. Отвечая на первый вопрос, я в докладе сказал, что теперь субсидии по процентным ставкам в целом будут нацелены на предприятия, которые успешно работают, то есть выплачивают налоги, обеспечивают занятость и берут на себя в том числе обязательства после получения такой меры господдержки продолжать увеличивать занятость, наращивать производство и выплачивать налоги. Хочу сказать, что эта практика уже работает с апреля месяца, и на сегодняшний момент на сумму более чем 6 миллиардов тенге таких 53 проекта уже по новой методике получили поддержку. То есть этот механизм заработал, что он позволяет нам делать? Это более эффективно использовать ограниченные ресурсы, вы сами понимаете, что сегодня возможности бюджета гораздо меньше, и мы хотим стимулировать те предприятия, которые взамен господдержке могут показать как выплату налогов, так и создание рабочих мест. Поэтому это то, что касается вашего первого вопроса. Что касается второго вопроса, то вы знаете, что работа по снижению контрольно-надзорных, различных проверок, она по поручению президента ведется системно ежегодно, и каждый год мы выходим с определенным пакетом поправок, который позволяет еще больше упрощать и улучшать бизнес-климат в Республике Казахстан. Вот по итогам 2015 года, также в моем докладе прозвучало, Казахстан в рейтинге Doing Business 41 место занял. Это значительное улучшение по сравнению с предыдущими позициями нашей страны в этом рейтинге. В этом году мы планируем выйти с новыми поправками, которые также будут дальше совершенствовать процедуры. В первую очередь они будут нацелены на возможности большего саморегулирования бизнеса. В рамках этого предусматривается в том числе и принятие поправок части саморегулируемых организаций. Перевода многих разрешений, которые выдают сегодня государственными органами на уведомительный порядок. Вот сегодня премьер-министр говорил о том, что у главы государства рассматривался ход реализации программы «100 конкретных шагов». В рамках этой программы Министерством национальной экономики в прошлом году был принят законодательный пакет, который позволяет сегодня существенно снижать сроки выдачи разрешения на строительство, а в ряде случаев позволяет предпринимателям и гражданам начинать строительство гражданских объектов просто в порядке уведомлений. То есть отменяется полностью разрешительная система, она становится уведомительной. И такая же система будет по ряду других вопросов, где нужно получать разрешение госорганов, внедрено. Кроме того, разрешительные процедуры будут значительно сокращены. Помимо замены на уведомительный порядок, мы просто откажемся от большого количества разрешительных процедур. Вот вкупе вот это все основные направления, над которыми наше министерство вместе с НПП будет работать в 2016 году. И соответствующий проект закона будет внесен в парламент. А по Нацбанку могли бы Вы опять-таки объяснить? Если Вы могли бы повторить вопрос просто на Каштан. А длинные кредиты? По Нацбанку, да, то есть длинные кредиты, дешевые деньги. То есть что конкретно нужно сделать Нацбанку? В какие сроки, как Вы думаете, это будут, возможно, какие-то решения, какие-то новые продукты могут быть предложены? Совместно вот с НПП Вы хотели это обсуждать? Ну вот, я, наверное, скажу одно. Все-таки денежно-кредитную политику формирует Нацбанк самостоятельно. Но очень важно, что когда мы говорим о процентных ставках на кредиты и о сроках, мы должны смотреть на уровень инфляции в стране. Сегодня по итогам январь-май у нас 4,2% инфляции, это с января месяца. А если говорить о годовой инфляции, то есть за год с аналогичным периодом прошлого, то 16,7%. Понятно, что, держа ставку на уровне 15, Нацбанк, конечно, ориентируется на этот уровень инфляции. Хотим сказать, что наши консультации с Национальным банком проходят именно по этим вопросам. Так как прогноз Национального банка на конец года все-таки нацелен на снижение, показывает, что они ожидают снижения инфляции, соответственно, для рынка это индикатор, что во второй половине 2016 года, я опять же оговариваюсь, возможно ожидать какое-то изменение в уровне процентных ставок, которые сегодня Нацбанк делает. Но все-таки это больше вопрос о компетенции Национального банка. Что касается длины кредитов, то они также взаимоввязаны с наличием краткосрочной, среднесрочной ликвидности, возможностями различного рода фондов, которые предоставляют или являются источниками такой долгосрочной ликвидности. В этой связи сегодня премьер-министр на заседании правительства сказал, что в июне-июле экономический блок правительства, в частности Министерство экономики, Министерство финансов и Национальный банк подготовят такие предложения и внесут на рассмотрение главы государства по итогам июля, в котором вкупе будут рассмотрены все вопросы и бюджета, и долгосрочного кредитования, и ставок, и инфляции. Но еще раз, ключевой вопрос для снижения ставок – это вопрос инфляции. Вот над чем мы должны работать в экономическом блоке правительства. Я буквально хотел добавить, чтобы то, о чем Вы сказали, надо поменять мандат Нацбанка. Ахван Декулиханович согласен, что это все-таки его прерогатива – денежекредитные. Здесь мандат. Если мандат Нацбанка сегодня сдерживает инфляции, то, естественно, будет то, что мы сейчас имеем. Понятно, это высокие ставки и не длинные, не сильно дешевые деньги. Если все-таки мандат Нацбанка вменять экономический рост, и тогда он с экономическим блоком происходит сообща работа, тогда это будет другая ситуация. Агентство РИА Новости. У меня вопрос к министру национальной экономики. Кондак Валиханов, скажите, пожалуйста, как Вы оцениваете темпы освоения средств по программе «Дорожная карта бизнеса-2020»? Будут ли какие-то изменения в программу вноситься для более эффективного освоения? Спасибо. В целом мы удовлетворены темпами освоения. Дорожная карта бизнеса сейчас пользуется очень большой популярностью. Вы знаете, что в начале года правительство внесло изменения, где порог ставок, доступных для субсидирования, увеличил, в связи с тем, что сегодня кредиты стали дорогими. Поэтому с учётом этого изменения сегодня темпы освоения значительно выросли. И, наверное, здесь и Аблай Сабегович может прокомментировать, что сегодня это один из немногих ресурсов, которым предприниматели пользуются для того, чтобы всё-таки кредитовать свою деятельность, наращивать свои обороты. Ну, я, в принципе, могу сказать, да, это самая популярная и востребованная программа «Дорожная карта бизнеса». В частности, в связи с ним это вопрос субсидирования, вопросы гарантирования, потому что доступность финансов. Вот предыдущий вопрос, когда у нас банка всё-таки мандат другой, и сегодня бизнес не имеет доступа к длинным дешевнингам, вот эти государственные программы, госмеры фактически становятся таким единственной возможностью, окном, где можно получить доступ к длингам. Ну, там, конечно, не все могут попадать, это тоже надо понимать, у нас более 7 тысяч участников, но это всё-таки средние, крупные компании, перерабатывающие секторы, поэтому это ощутимо серьезная помощь. Спасибо. 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 Принципы, как вы делаете, как вы делаете? 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 Принципы, как вы делаете? Принципы, как вы делаете, как вы делаете? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...